Субтитры подогнал «Симон» Всем моим зрителям огромный-огромный привет! У нас сегодня 24 декабря, Москву наконец-таки украсили к Новому году. Приглашаю вас всех на прогулку по ночной, праздничной, новогодней Москве. Поехали! Дорогие друзья, у нас началось путешествие в Рождество. Это Москва утопает у нас в праздничной иллюминации. Тысячи огоньков, сотни ёлок. В общем, сейчас вы всё увидите своими глазами. Вот так вот, смотрите, какая новогодняя инсталляция. Всё переливается множеством разноцветных огней. Как всегда, много-много ёлок. Тут такие вот уже рождественские, новогодние павильончики появились везде вокруг. Смотрите, целый ансамбль ёлок. Конечно же, там нужно сфотографироваться. Прямо в ёлках. Сейчас давайте мы с вами начнём рассматривать всё это. Всё это ночное, праздничное. Ну, конечно, не ночное, а вечернее. Вечерние все эти картинки. Смотрите, я смотрю, вот сейчас обратила внимание, не знаю, с чем это связано. Вот очень много вот таких вот масочек везде. Вот это вот феерия праздника. И чем мне нравится Москва? Всё-таки наш климат. С одной стороны, конечно, холодно, но с другой стороны, у нас лежит самый настоящий снег. Предновогодний. Нам не нужно, как в тёплых странах делают, посыпают всё искусственным снегом. Смотрите, здесь как придумали, сделали в этот раз такие вот деревянные лавочки. Все они потрясающе, просто потрясающе украшены. И все желающие могут здесь посидеть, передохнуть, сфотографироваться. Спасибо. Здесь каждая ёлочка – это такое произведение искусства. Смотрите. Люди просто вот сюда приходят и очень-очень сильно удивляются, потому что это нереально сказочно красиво. Но все ёлочки украшены приблизительно в одном стиле. Красные и золотые игрушки везде. Сейчас с вами подойдём, посмотрим, что это у нас за интересные такие вот павильончики. Поставили. А вот внутри здесь как раз-таки уже в этих павильончиках искусственный снег. Фотографии, конечно, наверное, здесь должны получиться ума помрачительные возле всех этих павильонов. Смотрите, вот он стеклянный тоже ещё павильончик. Сейчас подойдём к нему поближе. Оригинально, да, как сделали? И здесь сделали, смотрите, какое чудо. Медвежонок, мешок с подарками. Дед Мороз. Кстати, наш Дед Мороз, он в синем одеянии. Санта Клаус он в красном одеянии. Наш Дед Мороз именно в синем одеянии. Так что это именно наши картинки. Мне очень-очень хочется, дорогие друзья, чтобы вы это тоже просто увидели и посмотрели. Потому что не все живут в Москве. А мне кажется, всё-таки большие города их украшают очень красиво, феерически. Вот такая вот, смотрите, зимняя сказка. Настоящие сосульки на деревьях. Посмотрите, как они переливаются, да? Ландыши. Целый настоящий трон. Из ёлочки, из ландышей. Такое ощущение, что это сказка 12 месяцев. И всё это вот в таких вот стеклянных павильончиках. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в следующем павильоне. Не менее симпатичным и красивым. Смотрите, как у нас здесь украшена ёлочка. Какими-то кренделёчками. Я так поняла, что вот эти вот все павильончики стеклянные, это всё как сказки 12 месяцев, и здесь разные сезоны представлены. То есть вот этот вот павильон с сосульками, с ландышами, это с подснежниками, не ландыши, подснежники. Это у нас апрель. Вот сейчас посмотрим, что у нас в других павильончиках расположено. Понятно, я теперь поняла хотя бы концепцию. А это у нас июль, смотрите, вот в этом павильончике. Представлен июль, когда много у нас ягод на улице. Подойти, конечно, очень тяжело всё-таки поближе. Но мы это сделаем. Ой, вот такой вот, смотрите, интересно. Хвойная июль, и хвойные деревья, и вот такой вот приборочек здесь. Так, идёмте дальше. Посмотрим, какой ещё месяц мы с вами увидим. Посмотрите. Это у нас, как вы думаете, какой месяц? Что-то мне подсказывает по количеству яблок, которые ещё представлены до сих пор на деревьях, что это, наверное, август. Сейчас надо посмотреть табличку. Где у нас табличка? О, я была права, да, это август. Ну, я хочу сказать, что очень оригинальная идея у строителей вот этого праздника путешествия в Рождество. Посмотрите, насколько же это перечень. Да, вот это у нас, дорогие друзья, май. Смотрите, какая прелесть. Особенно смотрите сейчас на фоне настоящего падающего снега. Который, я очень-очень, надеюсь, видно в камере. Таким вот образом всё это выглядит. На фоне праздничных ёлочных игрушек. Свечи, хлопушки. Какая прелесть. Вот такая вот лепота. Смотрите, только какое количество ёлок. И посмотрите, я не знаю, сейчас камера, по-моему, передаёт. Пошёл небольшой снег. Пошёл небольшой снег. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас ещё один пыльмельчик. Как вы думаете, давайте угадывать с вами, какой же это у нас месяц. Пока я не подошла к табличке. Смотрите, как здесь всё сделано. Что-то мне подсказывает, по тому количеству урожая, который здесь представлен, что это у нас сентябрь. Я уже увидела табличку. Да, там написано сентябрь. Там даже пыльтур настоящий. Так, ну а мы с вами передвигаемся дальше. У нас ещё один пыльмельчик впереди. Ну да! Ну и это, наверное, у нас октябрь. По тому количеству разноцветных листиков можно догадаться, что это октябрь. Здесь ещё можно везде сфотографироваться. Мальчики стоят, вот такие люди. В общем, с этими ребятами можно сделать селфи. Да, конечно, это октябрь. Так, ну это какой-то зимний месяц. Я развелась и нашлись! Да, посмотрите. Ноябрь написано. Только посмотрите на это количество народа на улице. Ну это, конечно, воскресный день. И люди молодцы, что они сидят дома. Это у нас можно тут перекусить. Давайте посмотрим, как всегда по традиции. И у нас здесь цены на что. Даже что-то можно выпить. На этом у меня меню. Картошечку можно купить. Рождественский напиток можно купить. За 250 рублей. Кстати, не такие большие очереди. Потому что вы что-то купите. Здесь даже что-то жарят. Вот коньячок. Даже уже впрок заговорил. Я не буду! Я не хочу! Смотрите, достаточно много вещей отведать. Барайна, свинина, курица. Понятно, барайна, свинина, курица. Плюс. Курицу будешь? С лимончиком. А что тут бручки есть тогда? Вот так. Писать на курточку. Все сбудется. О! Нужно сделать фото с этой надписью. Все у вас сбудется. Все ваши желания. Все ваши мечты и все ваши надежды. Так, ну а здесь, смотрите, по традиции, в прошлом году тоже делали такую же ледяную горку. Сейчас, не знаю, работает это горка или нет. Потому что пока что еще никто не... А, нет, они спускаются, идем, по очереди. Вот такая вот ледяная забава. Наверное, как всегда, нужно отстоять очередь. И можно будет вот так вот встретить новатрушки. А вот это, дорогие мои, февраль. Смотрите, какой там мишки лежат такие в снегу, да? Вот такая вот, смотрите, инсталляция с оватом или филин белый. Сверху много разноцветных игрушек. Вот такие вот симпатичные оригинальные елочки. В общем, круто. Круто. Так, ну, я так думаю, наверное, чтобы видео не было слишком-слишком долгим. Я не буду снимать все месяцы, все 12 месяцев. Ну, посмотрите, какая красота. Сколько людей. Сколько людей. И сколько можно сделать замечательных, красивых фотографий. А самое главное, получить ярких каких-то эмоций, впечатлений. Таких ярких и сказочных. Так, ну, нам сказали, что возле Большого театра тоже украшено все не менее красиво. и мы сейчас с вами отправимся туда. Здесь, смотрите, нас встречают вот такие вот тоже елочки. Пойдем по павильончикам, быстро пройдемся. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь обычно, как это, по традиции. Игрушечки. А, это собачки, кстати, такие интересные. 1200 собачки стоит. Здесь очень актуальны всякие перчатки, варежки. Реально очень актуальны, потому что сегодня холодно. К вечеру вообще похолодало. Даже не столько минус, сколько просто ветер сильный. А когда ветер, то не очень комфортно. Но зато запахи очень аппетитные. Прям так хочется шишечка попробовать сейчас. Смотрите, друзья, пошел снежок. Смотрите, какая прелесть. Все в ревинации, все в огнях, в музыке. Путешествие в Рождество удалось. Путешествие на самом деле в сказку в Рождество. Ну вот так вот, дорогие друзья. В общем, уже утеплилось, потому что сил нет, не могу. Холодно, но весело, задорно, классно, очень ярко и празднично. И вас всех, дорогие мои друзья, от всей души поздравляю с Новым Годом. желаю счастья, удачи в семейных делах, в финансовых делах. В общем, во всем, в чем только можно. С Новым Годом! В общем, вот так вот, дорогие мои друзья, настоящая здесь праздничная феерия в центре. И если вы живете в Москве и смотрите меня из Москвы, то обязательно сюда приезжайте. А если... Детей, мужей. А если вы живете где-то далеко, то я надеюсь, хотя бы частично я вам постаралась передать вот это вот настроение праздника, всеобщего веселья и подготовки к Новому Году. А мы сейчас идем, здесь есть парк перед Большим Театром и он украшен такими потрясающими, такими, смотрите, все-все деревья, они все в тысячи, в сотнях, ярких, разноцветных гирлянд, самых-самых разнообразных. Я ищу такую красивую Москву. Мы были в том году на путешествие в Рождество, но такой красоты потрясающей мы не видели, потому что реально, посмотрите, все-все-все деревья, которые здесь есть, они все украшены бесподобно, просто бесподобно. там и свечи, все на свете. И перед Большим Театром тоже какая-то большая инсталляция. Сейчас мы с вами к ней подойдем и посмотрим. Прям, вот знаете, когда показывают какие-то новогодние, сказочные фильмы, вот показывают именно вот в таком ракурсе, что именно вот столько много таких красивых, симпатичных огоньков. Приходишь сюда и так, опа, чудо, чудеса. И мне кажется, пока мы верим в чудеса, чудеса с нами случаются. А как вы считаете? А вот так вот, смотрите, выглядит большой театр. Перед ним сделали вот такую, вот смотрите, инсталляция, такая ротонда, поставили, такая беседка полукруглая. ЦУМ. Все это светится, переливается. Люди здесь стоят в очереди. Автобусная остановка здесь, что ли? Я не знаю, я забралась куда-то наверх, чтобы получше вам показать вот эти вот все разноцветные огни. К сожалению, когда к ним подходишь близко, их уже нельзя передать вот так вот в полном объеме. Вот так вот, смотрите, прелесть. И там еще, видите, звезды. Звезды, есть такое световое шоу на большом театре и играет музыка классическая. Ну, и машины, конечно, это тоже бич предновогодней Москвы. Тренд, можно сказать. Без машин никуда не денешься от машин. Без них никуда. Ну что, сейчас подойдем поближе с вами к театру. Вот так вот, смотрите. А что, мы на красный идем? Я не поняла. Все идут, мы идем. И даже непонятно, на красный или на какой. Ну, смотрите, вот этот сумм сияет всеми огнями радуги. Тоже, конечно, не знаю, в каком стиле, вот, ну, извините, не знаю, не разбираюсь в архитектурных стилях, но очень нравится мне этот стиль. Ничего. Вот сумма очень красивые такие остроконечные вот эти вот остроконечная крыша. Так, ну, а вот она, смотрите, вот эта вот ротонда вблизи. Видите, все здесь желто-красно-белое огонечки. И вот там по большому театру звезды летают. как маленькие привидения. Здесь, кстати, возле большого театра место встречи. Многие назначают неизвестные друг другу люди. Если хотят встретиться, они назначают здесь место встречи. Нужно встретиться у большого театра. Там, смотрите, деревья такие ватные красивые. ух ты, даже самая настоящая карета. Даже самая настоящая карета стоит. Превосходно. Знаете, как будто в 12 век попал. Там ходят работники театра в костюмах таких, как при Екатерине, мне кажется. Второй. Такая вот сказка здесь зимняя. Карету мне, карету. Ну, в общем-то, я не знаю, почему у меня таким магическим образом действуют все эти огни разноцветные, такие яркие. не знаю, ходить отсюда вообще не хочется. Прям знаете, хочется наслаждаться, наслаждаться вот этой вот всей такой необыкновенной красотой, переливающейся огонечки. Но сейчас, наверное, еще немножко с вами дойдем на Тверскую улицу, и на этом наша прогулка закончится. вот то, что я вижу впереди, к сожалению, камера моя не передаст, но попробую вам сейчас показать. Да, конечно, этого не видно. Вот это видно, знаете, как что-то такое облеклое, а на самом деле это ярко-ярко такие желтые огни. Ну, вот так вот, в общем, дорогие мои друзья, надеюсь, хотя бы немножечко я приподняла вам настроение этой новогодней съемкой, это предпраздничная Москва, это миллионы огоньков, это хорошее настроение. Желаю вам удачного Нового Года, поздравляю всех с наступающими праздниками, и, как всегда, увидимся с вами вновь. Пока-пока. Остыли реки И земля Остыла И чуть нахохлились дома Это в городе тепло и сыро Это в городе тепло и сыро Редактор субтитров С любовью встретиться, проблема трудная, Планета вертится, круглая, круглая, Летит планета вдаль, сквозь суматошку. Жми на поло, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня, Жми и добавляйся в друзья, Мы даже не знакомы, просто жми на поло.